В Новосибирске открыли знаменитые Фёдоровские бани. Проект полностью коммерческий, но для льготников обещают специальные тарифы. Мой коллега Дмитрий Белькевич побывал на открытии и проверил качество обслуживания на себе. Отлично! Одно только место и осталось на свете, где без баб посидеть. Обчистимся от ложных заблуждений. Это кадры из советского фильма режиссёров Олега Ефремова и Наума Ардашникова. Герои после семейных ссор перемещаются в баню, где происходит своего рода катарсис. Бани фигурируют и в другом популярном советском фильме, где меняют судьбу героя. О том, что баня для русского человека важна, говорит их популярность. К примеру, как выглядели несколько десятилетий назад Фёдоровские бани в Новосибирске. Очередь начиналась ещё на улице. Если говорить о тех дальних временах 110 лет назад, когда эти бани открывались, то вообще Зиновой Фёдоров, он был таким, скажем, продвигал какие-то совершенно новые идеи. Если раньше в основном бани были по-чёрному, совершенно простой конструкции, всё это сливалось просто в воду, сливалось в канаву, в воду уходили сливные воды, то здесь Фёдоров уже придумал что? Он уже сделал сток цивилизований. Спустя годы на этом же месте возвели новое здание общественных бань. От прежнего строения ничего не осталось. Сегодня заведение открыло двери для первых посетителей. Здесь и кухня, и душевые, несколько парилок, общий и индивидуальный бассейн. Раньше такого не было. Но прежним, по словам работников, остался дух. За 110 лет в работе бань практически ничего не изменилось. Всё так же работают парильщики, всё так же в ходу берёзовые и дубовые веники. Меняются лишь детали. Например, здесь стоит современный парогенератор, когда откроется женское отделение. Оно и вовсе будет напоминать СПА. Ну и по-прежнему актуальным остаётся пожелание лёгкого пара, потому что нигде, кроме как в бане, таких ощущений человек не получит. Работает пока только мужское отделение. Женское откроется к концу года. А пока посещать баню они могут по вторникам. Среди женщин, по словам владельца учреждения, бани не особо популярны. Лишь 12% клиентов – представители прекрасного пола. Однако инвестор уверен – новое заведение понравится новосибирцам. Рынок растёт, новые бани открываются. Когда-то мы были одни. И самое сложное было – это как раз показать, что это всё по-новому. Что нет здесь ничего грязного, здесь всё чисто. И общественные бани начинают развиваться. И рынок под них формируется. Чем больше бань будет, тем больше будет рынок. Пока строили тут ежедневно бабушки, дедушки, мужчины, юноши подходят, спрашивают, когда же, когда же. По мнению бизнесмена, проект стоимостью 90 миллионов рублей окупится лет за семь. Но, главное, уверен, культуру банного дела в Новосибирске удалось сохранить. Дмитрий Белькевич, Тарас Тарасов, Новости ОТС.